Грибной канал в Бресте стал местом проведения финала легкоатлетического пробега «Жара». Вместе с начальником Брестского областного управления МЧС Олегом Лашко забег открывала и легенда белорусского спорта, двукратная олимпийская чемпионка по академической грибле Екатерина Карстен. Спортивный праздник получился почти домашним. На старт дистанции спасатели выходили вместе с семьями. Совместный такой труд и Брестского областного управления МЧС, и Брестского городского отдела ПЧС по вовлечению наших работников, наших жителей города Бреста в активный, здоровый образ жизни. На старт пятикилометровой трассы легкоатлетического забега вышли порядка 200 человек. Большую часть составили спасатели. Для них пройти дистанцию вопрос принципиальный. За четыре дня спортивной акции работники МЧС преодолели в общей сложности 165 километров. И эти 5 километров – яркая финальная точка. Министерство, по чьим ситуациям, это вообще спортивные люди. И спорту, здоровому образу жизни уделяется особое внимание. Мы не планируем ставить олимпийские рекорды. Мы за выносливость, за терпение в связи с этим и решили провести такое мероприятие. Хотел бы добавить, что эта акция проходит несколько этапов. Первоначально она проходила в всех городах и районах Брестской области. И традиционно, что общий километраж марафона, вот с учетом сегодняшнего пробега, должен составить 165 километров. Главная задача спортивной акции – не рекорды, а привлечение сторонников здорового образа жизни, стремящихся ярко и активно отметить 165-летие пожарной службы. Поэтому на старт вместе со спасателями вышли и спортсмены-любители. Я где-то уже года полтора занимаюсь в школе бега Айран. Есть такая в Бресте. Я уже пробежал 4 полумарафона и 1 марафон. Так что это не так много, как вам кажется. Несколько сотрудников МЧС занимаются с нами. И личное знакомство с ними также привело сюда. Еще и их поддержать. Я немного тренировался. На результат не рассчитывал. Ну, тренируюсь давно. Это и помогло. То есть, постоянные тренировки, здоровый образ жизни. Помогает в плане выносливости, в плане координации движения. То есть, очень характер закаляет. Ну и, как сказать, легко переносится тяготой службы. Призы и грамоты стали приятным моментом для победителей. Так же, как и музыкальные подарки от самодеятельных артистов. Само же спортивное мероприятие организаторы превратили в большой праздник для всех. Независимо от возраста. С выставкой техники, экипировки, с увлекательными квестами, конкурсами и призами. Сам работать в пожарном я не хочу. Но пожарные и отважные. Эти мне нравятся. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.